Критский лабиринт Привет! С вами Корней. Сегодня я хочу вам рассказать о лабиринтах. О их необычных свойствах. Я специально приурочил это видео к Новому году. Потому что на Новый год все загадывают желания. А по поверьям, лабиринт может помочь этим желаниям исполниться. Перед вами на картинке изображен так называемый Критский лабиринт. Это очень древняя структура. Подобные лабиринты дошли до нас ещё из каменного века. Уже в те времена люди не жалили сил на сложные постройки. Они понимали, что в этом заключено реальное. В отличие от лабиринта, который мы можем представить из греческих мифов. То есть мифы о Минотавре. Реальные лабиринты не имели никаких развилок. В них невозможно было заблудиться. То есть двигаясь по лабиринту, вы двигались только по одному пути. Который сгибался, делал повороты. Но не было развилок. Проходя по нему, вы в итоге достигали центра лабиринта. Кстати говоря, в этот момент все люди чувствуют некое изменение в сознании. То есть в этот момент человек становится одновременно спокойнее и сильнее. Это чувствуется как при прохождении настоящего лабиринта, так и если вы просто используете рисунок. Это всё равно ощущается. И вот именно достигнув центра, по поверьям, и нужно было загадать желание. Тогда оно имеет тенденцию к исполнению. И хотя этот лабиринт называется Критским. Но практически такую же схему использовали индейцы Северной Америки. И не только. Подобные лабиринты были распространены по всему миру. Хочу вам показать вот этот лабиринт. Это лабиринты такого типа строили на севере России. Тоже в очень глубокой древности. Если мы пройдёмся по его коридорам, вы поймёте, что путь практически тот же самый, что и в Критском лабиринте. Это доказывает, что люди одинаково чувствовали. Что именно нужно делать, чтобы достичь эффекта. То есть всё то же самое. И только в центре появляется некое различие. Если в Критском лабиринте мы упирались в тупик. То здесь, достигнув центра, мы можем продолжить движение. И выйти из лабиринта наружу. В чём разница? Почему эти лабиринты построены немного по-разному? Очевидно, Критские лабиринты были предназначены для жертвоприношений. То есть, главное действующее лицо в таком лабиринте было жертвой. Его приводили до центра. И скорее всего, он там заканчивал свою жизнь. А северные лабиринты России были созданы не для этого. Они были созданы для того, чтобы их посещали люди. И поэтому, достигнув центра, человек спокойно выходил наружу. Ну что же. Я желаю вам исполнения всех ваших желаний в новом году. Ну а что нужно делать для этого, вы теперь знаете. Какой из лабиринтов использовать? Выбирайте сами. Я думаю, что большинство людей, конечно, предпочтёт этот. Хотя, если у кого-то есть подходящая жертва. Ну что ж, тот может использовать и Критский лабиринт. А почему бы и нет? С вами был Корней. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok